Биокоин Здравствуйте. Биокоин – это международная система лояльности, построенная на блокчейне. В нее входит уже около 50 бизнесов, и в следующем году мы надеемся довести эту цифру до 3000. Главная идея заключается в том, чтобы соединить социально ответственные бизнесы, которые думают о том, чтобы наша планета вокруг нас, те места, в которых мы жили, были лучше. В этом смысле мы говорим о том, что мы объединяем те бизнесы, которые стремятся построить зеленую экономику, поддерживают дружелюбные по отношению к экологии и технологии, ответственно относятся к окружающей среде. В общем, исповедуют, помимо бизнес-принципов, этические принципы, которые позволяют делать мир вокруг нас лучше. Система лояльности Биокоин не зря построена на блокчейне. Биокоин – это балл, с одной стороны, но с другой стороны он обладает полной ликвидностью. И его можно как отоварить у любого из тех бизнесов, которые входят в систему лояльности, так, собственно, и, например, обменять на какую-то другую криптовалюту или даже продать за фиатные деньги. Поэтому покупатель, который получает в качестве вознаграждения за покупку в национальной валюте того или иного товара или услуги, он очень мотивирован. Его награждают Биокоином, который полностью ликвиден, и его можно воспользоваться, можно практически где угодно, потратить на что угодно, передать кому угодно. При этом он находится на бирже, и в случае роста цены человек, получивший бесплатно этот Биокоин в качестве вознаграждения, с каждым днем или неделью получает возможность отоварить его в бизнесах, получив при этом все больше и больше товаров и услуг на ту же сумму, собственно, Биокоина. Поэтому, по сути дела, мы говорим о системе лояльности, которая отказывается от всех тех минусов, любых минусов, которые присущи групповым системам лояльности, которые внеют многие бизнесы. Потому что главная проблема в таких ситуациях – это как построить отношения одного бизнеса с другим, кто кому должен за приведенного клиента, как это отследить и так далее. Здесь, в данном случае, все эти проблемы лишены тем, что балл Биокоин обладает полной ликвидностью, и совершенно неважно, откуда он пришел и кто его изначально начислил, потому что важно, что его предъявитель принес в бизнес, отоварил его, передал бизнесу, и бизнес может по собственному желанию выбрать назначение для этого Биокоина, оставить себе, начислять другим покупателям, передавать другому бизнесу или выводить это в фиат. Мы подписали договор с РТС о проведении ICO на платформе «Восход». Это должно начаться 1 ноября. Мы проведем первое легальное в России ICO, и цифровой актив Биокоин окажется на вторичных торгах на «Восходе» после проведения ICO. Что делает цифровой актив Биокоин полностью легальным инструментом в рамках российской юрисдиции. Кроме того, мы подписали соглашение с Еленой Сидоренко, которая возглавляет межведомственную группу Государственной Думы по регулированию рынка криптовалют. И она будет уже, собственно, она оказывает полное юридическое сопровождение нашему ICO, что, в общем, тоже, конечно, придает уверенности в завтрашнем дне. Помимо этого, к нам присоединилось довольно много новых бизнесов. Например, сеть «Республика», небезызвестная, торгующая книгами, пластинками и прочими всякими интересными модными штуками. Эта сеть обменяет 27 точек в Москве и Петербурге. Довольно такая существенная и большая сеть. Любопытно еще, что мы действительно проводим такое необычное ICO и не похоже на все остальное, что происходит в мире и в России. И много монет Биокоинов уже находится на руках, как у фермеров, так и у наших партнеров, так и у некоторого количества инвесторов, которые приобрели уже. И поэтому, еще не дожидаясь ICO, эта монета оказывается на биржах. Причем, происходит помимо нашего желания, уже есть одна и в ближайшее время уже будет две биржи, которые торгуют Биокоином и этим самым показывают, насколько он ликвиден даже еще до завершения ICO, что не может не радовать. Хотя, это для типичных ICO ситуация не типичная. Ничего ICO не провели, а уже торговля на биржах идет. Кроме этого, в нашем мобильном кошельке уже в самое ближайшее время, буквально на днях может уже интервью выйти. К тому времени заработает обменник, в котором можно будет свободно не только приобретать Биокоины за биткоины и эфиры, но и менять их обратно, что опять же повышает ликвидность. Кроме этого, у нас в кошельке же появится возможность привязать карточку и приобретать за фиат Биокоины. То есть, не обязательно будет заходить на сайт для этого, а можно будет просто скачать приложение и можно будет и за крипту, и за фиат приобрести Биокоины прямо внутри кошелька. Тоже это пока, по-моему, ни у кого не реализовано, кроме нас. Еще интересная новость – это наша поездка в Белоруссию, которая может вырасти вообще в такую сенсационную историю, связанную с тем, что белорусы очень серьезно сейчас делись за то, чтобы изменить законодательство. Совет министра Белоруссии уже утвердил нормативно-правовую базу новую, которая регулирует выпуск и оборот токенов. И если президент Лукашенко это подпишет, а это, возможно, произойдет даже в ближайшие две недели, то, собственно, Белоруссия станет чуть ли не первым в мире, а во всяком случае, в советском пространстве уж точно первой страной, в которой будет, возможно, юридически абсолютно свободно и юридически верно, грамотно это сделать, выпустить токен, продавать его, приобретать, и при этом в течение пяти лет никаких налогов взиматься с этого не будет. В нашей команде появились новые силы, скажем так, люди, которые стояли за организацией и выпуском «Сибирского червонца». Это первая криптовалюта русская, которая появилась около двух лет назад. Вот за это время Сибкоин «Сибирский червонец» вырос почти в 200 раз, что, конечно, внушает энтузиазм и в наше дело тоже. Все их навыки, все их умения, они сейчас идут на пользу биокойна, и наша монета приобретает все те наработки, которые «Сибирскому червонцу» удалось реализовать за эти годы, и, собственно, благодаря которым он так бурно вырос в цене. На пресейле мы собрали порядка двух с половиной миллионов. Это нас очень обрадовало, было в некоторой степени неожиданностью. Такую сумму мы, конечно, не рассчитывали собрать. И да, мы собираемся и тратим часть этих денег на реализацию тех планов, о которых в «Whitepaper» и на сайте у нас сказано. То есть на создание инфраструктуры, которая позволит как можно быстрее запустить всю технологическую, юридическую и прочую составляющую нашей системы лояльности. Потому что самое важное сейчас то, чтобы как можно быстрее биокоины стали использоваться теми, кто к нам присоединился, вовсю с утра до вечера, в каждом кафе, магазине, компании, которая присоединилась к биокоину. Можно было расплачиваться биокоинов, можно было получать в качестве вознаграждения биокоин. Вот на это самое главное сейчас мы будем тратить эти ресурсы. Наша сотрудничество с «Восходом» вовсю развивается. Это платформа, которая была учреждена РТС для проведения первых в России операций с криптоактивами. И мы, собственно, наш криптоактив, цифровой актив биокоин будет первым на этой платформе. Первая платформа, первый криптоактив, первая SEO легальная. Технологическая интеграция ежедневно происходит. Мы уже запустили некоторое количество монет туда, на эту платформу, для того, чтобы протестировать, как все работает. В общем, пока, несмотря на все сложности, о которых слышно в информационном пространстве, неоднозначную реакцию регулятора Центрального банка на это, пока все продвигается хорошо. И я знаю, что РТС, «Восход» и мы, в общем, мы все ведут переговоры, в том числе с Центральным банком, для того, чтобы это произошло и в срок намеченный, и все получилось. Существует Российская ассоциация криптовалют и блокчейна, которая была создана по инициативе помощника президента России Германа Клименко. И меня попросили в этой ассоциации возглавить направление, связанное с разработкой нормативной правовой базы и внедрение в практику российской жизни того, что мы обозвали альтернативные коллективные инвестиции. По сути дела, ICO создать инструмент, который позволит большому количеству людей финансировать разнообразные проекты. На самом деле, это для меня очень интересное предложение. Мы, собственно, на базе Биокоина уже сейчас приступили к такому пока теоретическому проектированию такой площадки, на котором могли бы проводиться ICO разных малых бизнесменов, малых предпринимателей для привлечения средств на решение собственных задач, строительство ферм, сырных производств, строительство мостов, дорог, всего того, что связано с развитием местной инфраструктуры. И идея заключается именно в том, чтобы местное сообщество могло с помощью блокчейна финансировать те проекты, которые им нужны. Магазины, рынки, школы, дороги, мосты, бензоколонки, все что угодно. То есть вам надо, вы профинансировали, и сами на этом еще и заработаете. Вот такой дать прозрачный технологичный инструмент местным сообществам для развития, это, на самом деле, одна из главных целей вот этой площадки, которую хочется создать, и по которому мы сотрудничаем, и по причине этой, собственно, я согласился вступить в ассоциацию, возглавить вот этот департамент, который будет развивать вот это направление. И у нас уже, на самом деле, есть потенциальные интересанты и со стороны же некоторых государственных органов. Например, мы очень честно работаем с институтами развития Дальнего Востока, и для них это особенно актуально, например, по программе Дальний Восточный Гектар. И, собственно, что там делать, да, и на какие средства. Ну, почему бы не дать им возможность привлекать средства через вот такую краудинвестинговую площадку, построенную на блокчейне. Я считаю, что вот это главное дело, которое я буду заниматься в рамках Российской Ассоциации Криптовалюты Блокчейна. Всегда нормативно-правовая база, она следует за реальностью. Когда законодательство бежит впереди явление, то вероятность того, что оно как-то верно и правильно отрегулирует это явление, очень мала. И, может быть, оно остановит проявление роста этого явления или как-то вытеснит его в другие страны. Поэтому всегда считается верным создавать законодательную базу под явлением после его возникновения. Вот, собственно, то, что сейчас мы наблюдаем, первый такой цифровой, легальный цифровой актив России Биокоин, первое легальное АСО, все, что связано с Биокоином, это то, что в практической сфере можно назвать явлением, которое своей жизнью, своим развитием, оно непосредственным образом показывает, в чем состоит смысл этого явления, содержательный, формальный, в чем особенности этого явления, каким образом законодательная среда противоречит этому явлению или, наоборот, дополняет этому явлению, или чего не хватает с точки зрения нормативно-правовой базы этому явлению. Поэтому мы, собственно, являемся тем проектом, который дает будущему законодателю возможность оценить собственные законодательные инициативы по отношению к реальности, к практическому применению нормативно-правовых утверждений, инициатив, и сделать так, чтобы они наилучшим образом соответствовали практике, соответствовали чаяниям криптоэнтузиастов, криптосообщества, бизнесы, которые могут использовать блокчейн и криптотехнологии. Поэтому, да, мы такие вот новаторы и пионеры в этом смысле, которые помогают, можно сказать, государству выбрать правильную дорогу по регулированию этого явления. В качестве технического решения мы выбрали пиркоин, это форк пиркоина, который, в свою очередь, является форком биткоина. И, на самом деле, пока считаем, что очень правильное направление выбрали, так как есть две основные причины у этого решения. Первое. Мы, на самом деле, хотели быть самостоятельными и сами нести ответственность за технологическое исполнение и возможность оперативно влиять на технологическое исполнение. Ни от кого не зависит. Поэтому мы не отправились на какие-то уже существующие платформы, Ethereum или какие-то еще, а создали свою. И, ну, не знаю, работа, например, кошелька с эфирами, который иногда синхронизируется часами и висит, и ты понимаешь, что это никак повлиять не можешь, в общем, подтверждает верность нашего решения. С одной стороны. С другой стороны, необходимость платить комиссию валюте, которую выпускает сама платформа, да, делает тебя уязвимым, делает... приводит к необходимости постоянно приобретать, собственно, вот эту валюту, которая к тебе уже никакого отношения не имеет. Да, это тебе дает возможность рассчитывать на эту инфраструктуру, которая создается, эти платформы. Но, с другой стороны, опять же, как я уже сказал, не всегда эта инфраструктура работает так, как хотелось бы. Поэтому вот такая независимость, самостоятельность, полная финансовая, инфраструктурная, технологическая независимость – это то, что нам дает тот путь технологический, который мы выбрали. Мы этим очень даже довольны. Я немножко уже рассказал про краудинвестинговую площадку, строительство которой мы уже, на всяком случае, к теоретическому смысле приступили. И уже сейчас понятно, что это вещь, которая будет невероятно востребована и на Дальнем Востоке, и в Татарстане, и в других регионах России. К нам обращаются и бизнесмены местные, и предприниматели, и местные власти. Все они хотят дать технологическую возможность местным сообществам, местному бизнесу участвовать в таких вот коллективных инвестициях для того, чтобы финансировать, создавать инфраструктуру вот этих территорий. И мы уже видим, каким образом эта площадка будет вписана именно в ту систему лояльности, которую мы строим. Примерно будет выглядеть это так. Есть площадка, на которой проходят краудинвестинговые раунды. По сути дела, такие мини-ICO, каких-то малых реальных предпринимателей, фермеров и так далее. Они выпускают токены на базе биокоина. С помощью продажи этих токенов привлекают средства к строительству птичника, дороги, моста, сырного производства, чего-то еще, что надо в этом регионе построить. Магазины, парикмахерские и так далее. При этом внутри этой платформы существует внутренняя биржа, где все эти токены вращаются, все эти обязательства покупаются и продаются. И так как существует свободный рынок этих обязательств, то каждый такой токен имеет какой-то ежедневный, ежеминутный, ежесекундный курс по отношению к биокоину. Соответственно, все те бизнесы, которые принимают биокоины, которые уже сейчас согласились принимать биокоины, которые будут принимать биокоины, которые входят в систему лояльности биокоины, на самом деле, исходя из этой финансовой, технологической логики, юридической логики, они смогут в качестве производного от биокоина принимать любой вот этот токен, который выпущен любым каким-то бизнесом, который вращается внутри, на внутренней бирже. По сути дела, потому что это будет некий эквивалент биокоина, просто по разной какой-то стоимости, но такой же ликвидностью обладать. Например, выпустил фермер на базе биокоина токен какой-то, птичник построил, и токен обеспечен курицей, которая там живет, в этом новом птичнике. И этот токен при этом вращается на этой бирже. Человек пришел в магазин наш, у него был покупатель этого токена, который купил напрямую этот токен у фермера, или может на бирже. И он его спокойно может тоже отоварить, причем не просто приобрести даже курицу от этого человека. На самом деле он может привезти все, что угодно, что продается в рамках системы лояльности биокоин, потому что этот токен, то есть туристическую поездку, машину или еду, или все что угодно. Потому что этот токен привязан к биокоину, имеет какой-то ликвидный курс на данный момент. Степень ликвидности таких токенов будет очень высокая, и тут же будет очень широкий пассив за счет системы лояльности предоставляться для хождения вот таких токенов. Поэтому, соответственно, привлекательность вот таких инвестиций, она для специальных инвесторов будет довольно велика, потому что он всегда будет понимать, что это все прозрачно, этот токен есть на бирже, он привязан к биокоину. Соответственно, внутри системы лояльности биокоин его везде можно всегда отоварить, его можно продать на этой бирже. То есть не обязательно мне нужна эта курица, да, может быть я получу за эту туристическую поездку на Бали, приобрету или что-то в этом роде. Поэтому я считаю, что вот это направление, оно самое интересное, самое перспективное на данный момент, если говорить о каких-то следующих шагах, которые мы сделаем после того, как мы построим всю инфраструктуру, связанную с системой лояльности. Я думаю, что мы присутствуем, на самом деле, в самом-самом только начале, на этапе зарождения новой реальности. Все, что сейчас происходит с основными валютами, биткоином, эфиром, хардфорки и прочие все большие значимые явления. Вот оценить их на данный момент, я считаю, стратегически оценить эти явления на данный момент полноценно, я считаю, невозможно и неправильно. Потому что это будет видно через год, через два. Причины этих явлений и последствия этих явлений, насколько это верные явления или они вредоносные. Нужно еще какое-то количество времени для того, чтобы объективно оценить эти все процессы. Пока ясно, что в этом много всего спекулятивного. Понятно, что отсутствие регуляции индустрии, оно дает как положительные какие-то вещи, потому что в этой свободной бурлящей массе все гораздо быстрее вскипает, проявляется, растет и так далее. С другой стороны, понятно, что существует большое количество инструментов для дополнительных манипуляций, для не очень честных, не очень обдуманных действий, которые могут принести какую-то только 7-минутную выгоду создателю этой манипуляции, а стратегически могут индустрии помешать. Думаю, что здесь и это тоже есть, конечно. Но опять же, все будет ясно через какое-то время. Сейчас очень много разговоров про крипторубль. Ни один из инициаторов этих разговоров пока не выдал какой-то стройной концепции, а что же это такое вообще крипторубль и в чем его основная ценность. Вот я лично себе представляю, что его, хотя это мое представление, я не слышал от представителей власти об этом, я думаю, что ценность крипторубля главная была бы в том, что он позволил бы любую валюту, любую криптовалюту выводить в результате на самом деле фиат, платив там 13% или сколько, какой-то налог, то есть обелить любую деятельность. Потому что есть у тебя биткоины, есть эфиры, есть какие-то еще валюты. Если, как сказал Никифоров, ты не можешь обосновать появление вот этих средств, то при переводе там в крипторубль или, наоборот, при переводе крипторубля в рубль фиатный, тебе надо будет заплатить вот эти 13%, что на самом деле в любом случае гораздо лучше, чем все то, что сейчас существует. Потому что те схемы, которые есть, они, когда особенно речь идет про какие-то существенные суммы, сразу несут в себе риски, связанные с обналичиванием, отмыванием средств и прочего. Крипторубль, его главная ценность была бы именно в этом. Делать так, чтобы в России появилось легальное пространство для того, чтобы любую криптовалюту менять крипторубль, а дальше его вывести в обычный рубль в случае необходимости. И у тебя не возникло бы при этой серии этих операций никаких сложностей, заплатил налоги и спишь спокойно. Это, на самом деле, возможно, приведет в Россию просто огромное количество криптоинвестиций и будет способствовать укреплению рубля, как национальной валюты. Спрос на рубль может быть очень высокий в мире в таком случае, если другие страны оперативно не пойдут по тому же пути. Но это мое предположение, для чего, на самом деле, круто было бы завести крипторубль. Я думаю, что если это произойдет, то и биокойну, может быть, будет проще и спокойнее, потому что в любом случае это будет означать, что криптосреда, она как-то регулируется, государство ее признает, выдает какие-то правила, по которым она играет. Всем нам будет легче от этого. Хотелось бы всем зрителям, читателям форклога пожелать побольше крипты в жизни. Заходите на сайт biocoin.bio, у нас продолжается пресейл, и самое главное, 1 ноября стартует ICO на восходе. У вас есть шанс стать первыми легальными криптоинвесторами в стране. Субтитры создавал DimaTorzok